Я думаю, что человека такого масштаба и уровня федерального, и регионального уровня, такого руководителя в крае, наверное, еще не было. А если и были, то совсем немного таких людей. Но перед памятью Александра Григорьевича я бы, конечно, хотел выделить его человеческие качества. Он был очень настойчивый человек, добивался всегда поставленной цели. И в общении с таким человеком не могло быть каких-то споров, не возникать каких-то споров, конфликтов. Но это никогда не отражалось на его отношении к людям, на товарищеских взаимоотношениях, доверительности общения. Мне довелось с ним бывать в разных ситуациях, и в периоды политических кризисов, и в сложных жизненных ситуациях, когда он терял членов своей семьи, жену свою. Мы с ним бывали в разных командировках, в том числе и колесили, наверное, в составе первой официальной делегации после развала Советского Союза, делегации Алтайского края по Монголии. Более в сложных условиях. И я всегда отмечал в нем непосредственность, готовность всегда подставить плечо, вникнуть в твои проблемы и оказать помощь. Причем это не только тем, кто окружал его в работе, но и любому человеку в Алтайском крае. Вспоминали, что бы надо сделать, как бы вот этот, как нам кажется это самое. Ведь многое из того, что это делалось тогда, сейчас берется на вооружение, прямо скажем. И, наверное, опыт бы, в том числе и его, мог бы быть и востребован, в том числе и в сельском хозяйстве. Потому что мы, прямо скажем, не на вершинах успеха сельского хозяйства. Сейчас, по сравнению с теми годами, когда он руководил сельским хозяйством Алтайского края. В то время мы производили, ну сколько я на память не помню, но 300 тысяч тонн мяса. Сейчас мы его не производим. Молока производили мы были, третий в Советском Союзе по молоку, Алтайский край. Под 3 миллиона тонн. Сейчас мы его не производим. Ну, соответствующий поголовье было, и все показатели были. И подходы были, как бы, может быть, несколько другие, чем сейчас. Ну, я имею в виду, в первую очередь, поддержку сельского хозяйства. Деревни расцветали там. Пик расцвета сельского хозяйства. Алтайский край, наверное, в 89-й год. Вот. Это как раз руководство Александра Петровича. Он очень четко, ясно понимал, что он здесь в сельском хозяйстве. Он это и понимал, когда стал министром. Одним из первых министров сельского хозяйства Российской Федерации. И при нем первые ростки поддержки села начали зарождаться в России, в новую Россию. А то же было все купим. Мы беседовали, пытались найти темы для оказания помощи нынешней власти и законодательной, и исполнительной. Учитывая все-таки наш серьезный опыт. Его опыт, конечно, в сельском хозяйстве, мой область в экономике, в области строительства, дорожного строительства и так далее. В политику он, ну, прям, скажем, не лез в последние годы. Вот. Потом у нас возраст такой же, прям, скажем, малополитический, мягко говоря. Не хотим брать пример Соединенных Штатов Америки, возрастной пример. Вот. Очень жалко, что вот такой нелепый случай вырвал его как-то из наших домов. Очень многие такие емкие аспекты вот деятельности региона, формирование правового поля для организации органов власти края в этот период были сформированы именно под руководством Александра Григорьевича Назарчука. Ну, и главное, я скажу, что и я себя лично, и многие мои коллеги считают Александра Григорьевича истинным учителем. Учителем, как себя, как вести себя как депутат, учителем по жизни. Вот именно этот человек в масштабе его разностороннего развития являлся для нас, являться будет примером тому, как надо работать вообще, как себя, как депутат краевозаконодательного собрания, как руководитель соответствовать вот этому наименованию. Продолжение следует...